Добрый вечер Я думаю, может быть, мы сделаем немножко отступления от нашей основной темы И сегодня мы получим, скоро будем уже, получим Геватестер По-простому, мы знаем, что Тора делится на 4 основных уровня Это Пшат, простой уровень понимания Ремез, это намек на какие-то вещи, каждое слово уже на какие-то другие вещи намекает Драж, это какой-то комментарий И Сод, Сод это тайна, то есть тайные какие-то учения По-простому, Геватестер рассказывает о царе Хашвирош У которого был один из его министров по имени Аман И Аман хотел уничтожить всех евреев Но, с другой стороны, то, что спасло евреев Это после того, как Ахашвирош Он дал смертное наказание своей жене Ашти, себе искал другую жену И не зная, что Эстер, она еврейка Он ее взял в жены И тем самым пришло спасение евреев Конечно, в этом, на простом понимании Есть очень глубокие смыслы Очень много можно о чем разговаривать Но я хотел бы сегодня поговорить о комментарии Виленского Гаона на Мгелатестер По уровню, который называется Ремез Намек О чем же говорит Мгелатестер на этом уровне? Говорит Виленский Гаон Что Мгелатестер на этом уровне Говорит о войне между Ецарара Всевышний создал человека И чтобы у человека была возможность Получить награду Для чего Всевышний создал человека? Дать ему награду Эта награда не в этом мире Поскольку этот мир, он ограничен Он ограничен местом, ограничен временем Никакую настоящую награду мы не сможем тут получить Она не будет полноценной Поэтому для этого был создан будущий мир А этот мир, он для работы Никакой награды Человек, подарки, которые получают Ему что-то не хватает И то самое, это то, что это подарок Это то, что он не заработал Это для него уже недостаток Поэтому, чтобы человек мог получить полноценную награду Чтобы у него не было этого недостатка в этой награде Что он не заработал ее Всевышний дал возможность человеку заработать награду Это этот мир, через который человек проходит У него есть и царара Плохое начало, и хорошее начало Есть война И вопрос, куда человек пойдет В какую сторону человек пойдет Что он Что человеку будет интересно Это тем самым Воюя с и царара С плохим началом Не слушаясь и царара Человек себе зарабатывает хорошую награду от Всевышнего Но часто бывает Что человек Не всегда человек идет по правильной дороге И царара Особенно Самая тяжелая часть Человека преуспеть Это то, что, как Иран Халя объясняет Человек находится в этом мире Он окружен материей Он обязан даже Быть в связи с материей Человек не будет есть ничего Он не будет работать Он умрет Ему надо заниматься с этой материей Поскольку все, что окружает человека Это материя То человеку очень тяжело Жить по-другому Кроме того, да Эта материя и снаружи И он сам Его часть Тело Оно тоже материальное Само тело Его желание Оно ведет человека Очень часто по неправильной дороге И если мы Не задумываемся Не поведем свое тело Потому что разум говорит То мы понятно Что перейдем Не на правильную дорогу Говорит Вилинский Гаон Что Кто такой Ахашвирош Это Ецарара Который И Ведет нас По неправильной дороге А Мелех Просто Если не упомянуто В Мегиле Мелех Ахашвирош Га Мелех Говорят мудрецы Имеется ввиду Всевышний Вашти Это тело Которое Не пошло По правильной дороге И когда надо было Когда пришло время Его убить Всевышний зовет Тело Зовет на суд Человека А грешники Говорят мудрецы Оборачиваются К нему Задом Они поворачивают Свой затылок Всевышним И это то Что произошло С Вашти Вашти Не захотело Прийти Не захотело Его зовет Царь Зовет Всевышний Оно поворачивает Всевышнему затылок Поэтому Всевышний Еще более Гневается На то тело Которое Не только при жизни Не хотело слушаться Но даже Когда пришло Время умирать Когда уже В принципе Пришло время Задуматься А В конце Вернуться Ко Всевышнему До сих пор Тело Оборачивает И Человек Оборачивает Всевышнему затылок Поэтому После того Как Вашти Вашти Это намек На тело После того Как Это тело Грешника Убивается Всевышний Возвращает Душу В другое тело Что такое Другое тело Уже в тело Которое Более С лучшими Качествами С Возможностью Лучше Слушаться Душу И идти По правильной Дороге И это тело Это Эстеп Вообще Женщина Сор Говорит Сара В этом Уровне Намек Это имеется Ввиду Тело Сара Авра Авра Это На уровне Намек Это отношение Между Душой И телом Так Когда Тело Убивается Убивается Тело Грешника Возвращается Душа Это Мурдыхай В другое Тело В тело Которое Более Праведное Это Истер И Дальше Рассказывается Да Даже В этом Более Праведном Теле Не все Так Просто И Рассказывается Вся Война Которая Продолжается С Ецерар Это То Что В принципе Да Если Просмотреть Так Обзор Сделать Комментарии Виленского Гаона На Уровне Ремез Намек На Магилат Истер Но Сегодня Я хотел бы Поговорить О Личности Которую Зовут Ахашвирош Это Личность Олицетворяет Плохое Начало Ецерара И Плохое Начало Это Она В принципе Наш Враг Самый Большой С Кем Мы Должны Воевать Это С Ецерара Как Говорят Сегодня В Израильской Армии Да Дай Тауев Знай Своего Врага Прежде Всего Мы Должны Понять Кто Такой Яцерара Кто Такой Ахашвирош Говорит Начинается Магилат Истер Ваевиме Ахашвирош У Ахашвирош Амулех Меоду От Куш Ваеви Было Ведни Ахашвироша Это Тот Самый Ахашвирош Который Правил Над Государствами От Году Году Это Индия До Куш Что Такое Куш Есть У мудрецов Разногласия Рав Ишмуэль Один Говорит Что Году И Куш Это Два Государства Которые Находятся Близко Друг От Друга А Другой Мудрец Году И Куш Это Два Государства Которые Находятся Очень Далеко Друг От Друга И В Действительности Мы Видим В Самих Комментаторах В Других Местах Что У них Есть Разногласия Где Находится Куш У Одних Комментаторов Велинский Гаон Допустим Мы Видим Что Куш Это Находится В Африке Сегодняшнем Иврите Куш Это Это в Африке Находится И Это Очень Понятно Потому Что Африка Мы Видим Что Там Жили Дети Хама Как Мицраи Куш Это Африка Им Была Дана С Другой Стороны В Словах Раши В Некоторых Местах В Кимаре Мы Видим Что Куш Это Государство Которое Находится Рядом С Индией И Так Мы Видим Торгум Йонатан Который Есть Посуд Аяф Аяф Куш Сможет ли Негр Перевернуть Свою Кожу Торгум Йонатан Говорит Куш Куш Он Говорит Индуа Индуа Это Слово Индия То есть Это Государство Рядом С Индией Интересно Что Я Нашел Что Есть Действительно Рядом С Индией Город Который Называется Куш То есть В принципе Мы Видим Есть Спор Где Это Находится Государство Близко Либо Далеко По Тому Мнению Которое Говорит Что Эти Государства Находятся Далеко Друг От Друг Понятно Что Нас Обучает Этот Посыл У него Было Очень Много Государств Тогда В то Время Африка И Индия Это Были Два Государства Которые Были Известны В те Времена Америку Еще Тогда Не Открыли И Над Всем Известным Миром Он Правил Мигоду Откуш Но Если Это Два Государства Которые Находятся Рядом Друг С Друг Что Нас Обучает Этот Посыл Он Настолько Так Мало У него Власти Было После Этого Говорится Мэй С Рим Вершава Мадинана Сто Двадцатью Семи Государств Он Властвовал Объясняет Гимарам Что Это Пришло Нам Сказать Насколько Сильное Его Было Властвование Часто Мы Видим Людей Которые Нам Кажутся Гениальные Люди Они Знают Все Но Когда Ты Смотришь Ты Пыдаешься С ними Говорить На Какую Тему То Ничего Толком Они Не Знают Когда Есть Все Часто Нет Ничего Силы Какой Определенной Точки Нет Я Как-то Искал Человека Специально Кто Сможет Исправить Мне Стиральную Машину Я Вижу Есть Реклама Человек Пишет О себе Он Чинит Стиральные Машины Магнитофоны И Компьютеры Я думаю Нет Такого Человека Я не хочу Хочу Того Человека Который Только Чинит Стиральные Машины Потому Что Если Он Все Знает Таким Очень Много Процентов Что Ничего Не Знает Тут Говорит Нам Посол Что Несмотря На Его Власть Была Над 127 Государствами Его Власть Настолько Была Сильна Как Над Думая Государствами Вместе С ним Теперь Мы Обещали Говорить Комментарии На Уровне Ремез Хашвирош Это Намек На Плохое Начало Почему Говорят Мудрецы Что Такое Слово Хашвирош У нас Тут Два Есть Значения Шиих Ших Пнеем Шел Исраэль А Хашвирош Есть Тут Хошех В этом Слове Он Затемнил Лица Евреев Это То Что Хашвирош Делает Это То Что Ецарара Делает Он Делает Нам Темноту Мы Не Видим Правильную Дорогу По Которую Мы Должны Идти Хошех Альпней Дхом Сказано В самом Начале Говорят Мудрецы Хошех Альпней Дхом Это Малахамавет Который Малахамавет Это Ецарара О Малахамавет Альпней Дхом Над чем он Над чем он Дхом Это Буквы Мавет Над смертью Это Это Ецарара Который Приводит В конце концов Человека К смерти С другой Стороны Ахашвирош Это Ах Шелрош Брат То есть Самый близкий К голове Кто такая Голова Это Нахаша Кодмуни Тот Змей Который Собратил Хаву Ахши Лрош Говорят Мудрецы Ахаша Кодмуни Первый Этот Змей Сказано В Магилата Иха Царе Ахайур Лрош Ее Враги Враги Евреев Были Во главе В принципе Говорит Вилинский Голова Все Что мы Видим В этом Мире Так Устроено Прежде Всего Как мы видим Исав Выходит Прежде всего Есть клепа Есть Кожура Только потом Плод В самом Начале Прежде всего Есть какие-то Плохие начала Есть что-то Плохое Если мы Хотим найти Что-то хорошее Нам надо Глобоко Копать Только внутри Это хорошее Находится За что Держится Яков Бе Акевахив За пятку Пятка Это самая Далекая Часть В теле Человека Когда Появляется Душа Святость Только после Того Как все Вышло Только за это Она держится И поэтому Времена Машиаха Как они Называются Иквита Там Шиха Так Пятка Машиах Ахашвирош Он Брат Головы Гамулех Мегоду Откуш Спрашивают Мудрецы Почему Сказано Гамулех Мегоду Откуш Правящий Надо было Чтобы сказано Было Царь Над государством Мегоду Откуш Из этого Говорят Мудрецы Мы учим Что он Сам По себе Не был Не был У него Не было Родословной Чтобы стать Царем Он Только У него Было Много Денег Был Богатый Человек Когда Прежний Царь Умер Заплатил Большую Взятку Стал Царем Поэтому Не сказано Царь А сказано Правящий Он Сам Взял Правление В свои Руки Самозванец Самозванец А кому Взятку Всяким Министром Различным Министром Много Денег Его выбрали Его поставили Во главе Его поставили Во главе То же самое Происходит В Ецарарах Ецарара С точки зрения Самого Себя Если мы Задумаемся Над тем Что он нам Говорит Делать Очень всем Понятно Не надо Много Задумываться На то Что он Говорит Нам Глупости Но С другой Стороны Гамулех Он Сам Приходит Его не надо Звать Не надо Думать Зоар Парашат Трума Говорит Что Разница Между Святостью И Тумой И Чистотой Это в том Что Плохое Ецарара Плохое Начало Она Приходит К человеку Без всякой Подготовки Сразу Прыгает К человеку А С другой Стороны Ецарар То Святость Для того Чтобы Действительно Его достичь Говорит Зоар Надо Очень Много Работать Поэтому Ахашвирош Которая Ецарара Гамулех Он Правящий Без Того Что Кто Того Его Позвал Мигоду Аткуш Что Значит Мигоду Аткуш Я Вам Расскажу Об Одном Человеке Который Лежал В Больнице У Него Не Бало Волос Был Беззубый Рот Все Санитары Стоят Рядом С ним Он Беспомощный Не Может Ничего Даже Сам Себе Сделать Насколько Грустная Картина И Кто Это Был За Человек Это Был Младенец Сразу Все Меняется Вся Картина Меняется Что Произошло Беззубый Лысый Беспомощный Но Вдруг Мы Мило Улыбаемся Всевышний Дал Младенцу Определенная Милость Отношение К нему Что Все Очень Мило Улыбаются Очень Приятны Это Году Году Как Слово Легадер Все Говорят Какой Прекрасный Мегоду Откуш Этот Правитель Ецарара Ахашвирош Он Правит С самого Молоденья С самого Только Как Человек Рождается И Откуш До С самой Смерти До Темноты Шева Исриму Меамдина Он Правил Над Шева Исрим Вемеамдина Над Сто Двадцатью Семью Государствами Что Это За Сто Двадцать Семь Государств Говорят Мудрецы Вначале Он Правил Над Семью Потом Над Двадцатью Потом Над Стах Что Мудрецы Обучают Этим Говорит Велинский Геон В самом Начале Когда Человек Начинает О чем Задумываться В жизни Это В семь Лет В геморе Говорится Что В школу То есть Изучать Семи лет В геморе Говорится Семи Шесть А вот Действительно Но С точки зрения Школы Наверное Есть разница Между Обучением Хумаш Самому Что-то Что папа Обучал И школой Школю Сказано Шесть Семь лет Семь лет Начинается Уже Человек Как-то Учиться Систематически До Семи лет У него Нет Ничего Чтобы ему Помешало Его Яцарара О чем Задуматься У него Нет Торы До Семи Лет Нет Проблем Яцарара Чтобы Власт Стол Человек Это Семь Лет После Этого Есть Возраст Который 20 лет Что Это За Возраст Говорят Мудрецы Что Если Есть Сирота У Которого Родители Умерли И у него Он Наследовал Большую Большие Куски Земли Говорят Мудрецы Что Все Он может Да Он большой Человек Ему Допустим 18-19 лет Он Может Свою Жизнь Даже Финансовую Вести Как Хочет Но Одну Вещь Ему Не Дают Это Продав Землю Почему Говорят Мудрецы До 20 Лет Человек Еще Не Настолько Задумчивый Ему Деньги Все Говорит К Его Сердцу И Он Может Очень Быстро Продать Землю Которую Действительно Человеку Дает Очень Много Который Залог Его Продолжение Его Жизни С Точки Зрения Финансовой Он Может Это Быстро Продать То Мы Видим Что До 20 Лет Человек Еще Не Настолько Задумчивый Есть 7 Настолько Серьезные В своих Решениях Еще Не Созрел До 7 Лет Нет Проблем У него Властвовать До 20 Лет Тоже Еще Не Очень Серьезный Человек А Поскольку Он Властвует До 20 Лет Он Все 100 Лет Властвует На Человека Говорит Зуар Есть Посуг В Эклизиасте Тов Иш Елед Мискен Мемелех Ксиль Везакен Лучше Маленький Младенец Который Бедный Чем Старый Старый Царь Аширлоя Дали Зайр Который Не умеет Остерегаться Говорит Зуар Что Это За Два Человека Это Ецертов Ецерара Ецертов Он Елед Мискен Бедный Младенец Мальчик А Ецерара Он Царь Который Глупый Глупый Царь И старый Говорит Зуар Что это за Глупый Старый Царь Аширлоя Дали Зайр Который Не умеет Остерегаться Это Ецерара Ецерара Он Глупый Почему Каждый Нормальный Человек Задумается Над тем Что Ецерара Говорит Делать Он Поймет Что это Глупость Даже Человек Не знающий Всевышний Посмотри Те люди Которые Спокойно Жили Они Не Стремились С каким-то Богатством Не стремились Что-то Урвать Себе Каких-то Не знаю Женщин Найти Жили Спокойной Семейной Супружеской Жизнью У них Вся Жизнь Проходит Красиво Спокойно С любовью Друг Друг Когда Человек Начинает Искать Что-то Он Неспокоен Он Гневается На Другого Вся Его Жизнь Перековыркана Все Что Ецарара Говорит Понятно Всем Что Это Глупость Но В чем Его Сила В том Что Он Старый Мелех Закен Вексиль Старый Царь Что Имеется Ввиду Человек Не Сразу И Он Может О чем-то Задуматься Как Мы Говорили Что Хорошо Что Плохо Сесть И Задуматься Как Стоит Жить С самого Рождения Человек Привык Стремиться Каким-то Сладостям Потому Что Сладко Даже Если Это После Секунды Уже Ничего Не Останется Это То Что Человек Привык Эту Привычку Очень Тяжело Изменить Как Человек Привык Жить Так Он И Живет Говорит Зуар Приводит Есть Мишна В Масахат Кто Бот Эйзу Раша Арум Кто Такой Кто Такой Грешник Который Обманывает Хитрый Грешник Кто Такой Это Тот Кто Когда Есть Суд Я Сушусь С С Кем Либо Но Я Хочу Преуспеть В этом Суде Что Я Делаю Ничего Ничего Плохого Казалось Я Прихожу К Суде До Того Как Есть Суд И Рассказываю Ему Ситуацию Как Я Ее Вижу Не Вранья Ничего Плохого Нет Говорит Зуар Это Раша Арум Хитрый Грешник Почему После Того Как Судья Не Во Время Суда Он Слышит Твое Мнение Он Привыкает Смотреть Каким Либо Твоим Взглядом На Вещи Так После Этого Уже Очень Тяжело Что Либо Изменить Человек До 20 Лет Привык Жить Не Задумываясь Потом У него Появляется Разум Казалось Задумайся Посмотри На Этот Мир Посмотри Куда Ты Идешь Нет Уже Человек Продолжает Как Он Привыкает Привык Как Он Привык Жить Так Он Продолжает Идти Это Мы Не Только Видим По Отношению К Ецарара Обычного Человека В принципе Это То Что Рамбом Нас Обучает По Отношению К Всем Тем Людям Которые Обучались Которые Были В Странах Которых Их Неправильно Обучали Человек Который Родился В России Его Обучали Неправильно Говорит Рамбом Что Такой Человек Даже После Того Как Он Видит Евреев Он Слышит Их Мнение Но Поскольку Его Он Привык Смотреть На Вещи Не Так Это Называется Анус Мы Даже Не Можем С Него Что Либо Спрашивать Его Обвинять В Чем Либо И Так Хазан Иш Говорит Что Большинство Людей Которые Тут В Израиле Сегодня Они Называются Тинокши Нижба Это Люди Которые Не по Собственному Желанию Которые Называются Анус Принуждены Были Тем Что Они Привыкли Думать Очень Тяжело Это Изменить Это То Что Яцар Родил Бо В Ямин Эм К Шевет Амелых Ахшвирош Аль Кисэм Алхут Башушан Эбира Башна Тяжелош Лимолхо Асам Иште Лихоль Сарав Абадав Хел Парас Умадай Саре Амдинот Лиханав В те дни Когда он уселся На царском Троне Он Сделал Башушана Абира Суса Да Столица В столице Суса Называющаяся Сделал Пиршество Башна Шелош Лимолхо В третий год Своего Правления Он сделал Всем Министрам Вокруг Него И Всем Своим Рабам Хель Парас Умадай Которые Тогда Государство Объединенное Было Парас Персия Имадай Мадия Мидия Как называется Мидия Всем Им Он Сделал Большое Пиршество Что это За Трон Говорит Вилинский Гавон Что Ецерара У него Есть Трон На чем Он Сидит Четыре Ножки Стула Его Трона Они Составляют Четыре Вещи Четыре Образа Людей Которые Всевышний С которыми Не хочет Контактировать Это В Гематрии Хашмаль Сегодня Это Электричество Хашмаль Это Ханефим И Ханупа Это Ватхалимы И Ханфаним Шакраним Вруны Лейцаним Насмешники Которые Сего Делают Какие-то Дихот Над всем Надсмеиваются И Мисапры Лашон Над всеми Они Чего-то Плохое Найдут Любят Говорить Какие-то Плохие Вещи Над Других Это Четыре Вида Над Которым Людей Над Которыми Сидит Этот Яцарара Что же За Само Кисе Сам Этот Стол Это Гава Это Гордость А кто На нем Сидит Что Это За Яцарара Это Тава Стремление К Наслаждениям Это Сам Яцарара И В то Время Когда Он Уселся Когда Он Селся На Свой Трон А Шушан Абира Который Находился В столице Шушан Что Такое Шушан Говорит Что Шушан Это Слово Шушана Роза Роза Она Бывает Либо Красного Либо Белого Цвета Это Основные Цвета Розы Где Находится Яцарара У нас В теле Где Его Место Это Первое Кровь Адом И Хелев Жир Но жир Не тут А жир В животе Это Тот Жир Которым Находится Яцарара Поэтому Эти две Вещи Кровь И Хелев Нам Не только Запрещено Есть Но мы Если Если Кто-то Ест Эти Вещи У него Есть Карет Настолько Это Серьезно Кому Он Делает Пиржество Всем Своим Подданным Говорит Зуар Каждый День Есть Другой Каждый Месяц Каждый Год Есть Кто-то Кто Кому Кто Определен Над Эти Дни И Каждый День Есть Другой Вид Яцарара Что Это За Яцарара Яцарара Говорит Зуар Что Когда Мы Видим Что Улота К нему Пришли Его Две Дочки Напоели Его И Были Вместе С Ним Так Это Намек На Два Вида Яцарара Есть Яцарара Митаве То есть Как Идет Вообще Как Строится У Человека Яцарара Вначале Человек Себе Задумает Какие-то Мысли Ему Кажется Что Что-то Хорошо Для него Что ему Что ему Будет Настолько Настолько Это Хорошо Это Парас Парас Это Слово Праз Половина Человеку Всегда Окажется Что Другая Половина Дополнит Ее Ему Будет Хорошо После Того Нашке Вину Яин После Того Как Он Напаивает Себя И Яцарара Вино Внишки Вайму Она С ним Лежит Все Пришел Яцарара Что Еще Казалось Не Хватает Но вдруг Человек Понимает Что Это Не То Казалось Ты Понимаешь Что Это Не То Оставь Нет Приходит Мадай Приходит Вторая Часть Это Называется Эцарарам Иторер Которая Говорит Надо 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 Поискать Еще Чего Чего Еще Какой То Вид Да Мы Видим Во Все Мир Столько Уже Удовольств Уже Не Интересно Ищут Из Из Под Ковра Ищут Какие Либо Новые Виды Удовольств Это Называется Мадай Говорит Гимарав Масехет Баба Кама Что Если Кто То Украл Вещь Которая Шве Прута Немного Стоит То Несмотря На То Что Вроде Бо Она Стоит Немного Надо Ее Вернуть Даже Человеку Которая Находится В Мадай Почему Именно В Мадай Говорит Вильямский Ион Что Имеется В Даже Тому Человеку Который Находится В Государстве Где Нет Стоимости Люди Нет Стоимости Вещам Даже Тому Человеку Надо Вернуть Мы Видим Из Слов Мудрецов Из Мит Ор Он Ищет Что То Нов Это Две Части Яцарара Которым Делает Ахашвирош Яцарара Пиршество Спасибо